Итак, мы начинаем. Первый опорный доклад. Позиция крайне интересная, она ультрасовременная. Данила Медведев, футуролог, представитель особой научной школы, особого научного подхода. Прошу. Здравствуйте. Меня зовут Данила Медведев. Я представляю российское трансмиссическое движение, одним из основателей которого я являюсь, кроме того, занимаюсь футурологией и руковожу несколькими технологическими проектами. Я представляю здесь мировоззрение, которое известно как трансгуманизм. Оно имеет корни частично российские, оформлено в современном виде на Западе в 90-е годы. И ключевой концепцией трансгуманизма является то, что научно-технический прогресс может привести к трансформации человека и что это в целом потенциально позитивный явление. Соответственно, помимо взаимоотношений человека и окружающей среды, помимо процессов в социуме, мы рассматриваем в том числе, как человек может изменить сам себя и как он может становиться более значимым актором в мире. То есть он уже может влиять на планетарные процессы, может брать их в свой сознательный контроль и так далее. Трансгуманизм основан на нескольких концепциях, моделях технического прогресса, которые я коротко обозначу. Одна из них известна как «Конвергенция технологий» «Нанобиоинфокогна» или «Нбикконвергенция». Сформировалась эта идея в начале 21 века. В России представлена в том числе Ковальчуком, который создал на физтехе факультет и создал «Нбикцентр» при Кучатовском институте. Идея заключается в том, что вот эта самокупность технологий, информационные, геологические нанотехнологии и технологии когнитивные промышления, что они между собой начинают пересекаться, обедняться. И по задумке авторов это может привести к ускоренному развитию, то есть к следующему научно-техническому скачку. Грубо говоря, мы разрабатываем какие-то нано-датчики, которые позволяют нам лучше понять, как работает человеческий нейрон, что позволяет нам понять, как можно ускорить работу мозга, и получаем новую научно-техническую революцию. Это в Кранцах. Есть много критиков, пытались расширять эту концепцию в сторону социума и социальных технологий, но это как бы одна из основ. Второй интересной концепцией, которая важна тоже для понимания рамок трансформастических прогнозов, является концепция мест компрессии, сжатие места, это аббревиатура от Matter Energy Space Time, принадлежащая британскому футурологу Джону Смарту. Идея заключается в том, что если традиционно человек использовал технологии, предполагающие экстенсивный рост, то есть, например, мы больше добывали источников, получали источников энергии, мы больше производили нам стали, чугуна, чего-нибудь еще, то компрессия предполагает, что мы с меньшим количеством ресурсов, то есть с меньшим количеством материи, или энергии, или, соответственно, пространства, или времени, можем достигать больших результатов. Самый яркий пример технологии, которая в этой модели описывается, является технология компьютерных вычислений, и всем известный давно действующий, и до какой-то степени продолжающий действовать закон Мура. Говорят о том, что компьютеры ускоряются, при том, что на каждый новый компьютер нам нужно меньше материалов, и он за меньшее время выполняет тот же объем или больший объем вычислений. Соответственно, когда мы вот эти две концепции соединяем, то мы предполагаем, что возможно технологическое развитие в ближайшее время, которое будет ускоренным при меньшей нагрузке, по генной на природу. И, соответственно, в рамках этой модели частично разрешается противоречие о том, что мы хотим обеспечить максимальным количеством людей максимальные ресурсы, а в то же время мы хотим снизить потребление этих ресурсов, которые мы забираем из природы. Окей. Значит, это та часть, которая касается в трансгуманизме возможности ускоренного прогресса. Есть в трансгуманизме много отдельных прогнозов, которые касаются разных направлений, то есть как конкретно может развиваться там все вот эти причисленные технологии нано, био, инфокогна. А ключевое значение там имеет еще один аспект, связанный с технологиями продления жизни. Трансгуманизм предполагает, что мы можем вмешиваться в человеческий организм, в частности, гипотетически потенциально мы можем замедлить или остановить процессы старения, сделав человека неограниченно долго живущим. Ну и также сделать много для этого еще разных интересных штук, типа пересадки головы, пересадки тела, переноса человеческого сознания в компьютер и многих других, пока в основном фантастических, но тем не менее реально рассматриваемых вещей. И это тоже определенное переопределение правил, потому что вместо модели исторического развития, предполагающей смену поколений, трансгуманисты говорят, что по крайней мере некоторые участники этого процесса, то есть может быть ныне живущие кто-то из нас, могут стать вот такими вот тысячелетними, допустим, долгожителями. И, соответственно, вопросы, связанные с выживанием планеты, экологии и вообще существованием цивилизации, они начинают касаться лично вот этих вот участников, потому что они, собственно, планируют не на год вперед, не на 10, а не на 100, на 1000 лет вперед. Соответственно, трансгуманизм с 90-х годов прошлого века оформил вот этот основной комплекс идей, и в определенной степени эти идеи получили распространение. Прежде всего, среди так называемой условной технократической элиты Соединенных Штатов в Кремниевой долине, среди которых это все стало модным, и через них среди некоторых представителей, российских руководителей, в частности Герман Оскарович Греф, отметился тем, что он на Гайдаровском форуме выступал тоже про прогнозы про технологическую сингулярность, про бессмертие, ну и, в общем, много есть тех, кто про это говорит, в том числе даже патриарх Кирилл тоже выступает, упоминает трансгуманизм и появление вот этой новой расы транслюдей. Значит, это я говорю к тому, что безотносительно к тому реализуется тем или иным способом этот сценарий или, значит, что-то другое, многие из участников процесса его рассматривают как модель. То есть есть модель для кого-то устойчивого развития, для кого-то есть модель вот этого перехода к сингулярности. Что лично я по этому поводу думаю и каково мое отношение после, ну, где-то 15 лет эволюции моих трядах как к футурологам, с чего я начинал, к чему я пришел сейчас. Начинал я с такого техно-оптивистичного, пионерского, прекрасного принятия того, что отлично прогресс ускоряется, надо сейчас понять, какие биологические добавки надо принимать, чтобы старение остановить. Вот, через год-два тут будут роботы повсюду, появится Роснано, появятся нано-роботы и, в общем, уже к 2020 году явно половины будут чипы имплантированы и жить будем в виртуальной реальности. Время шло, я смотрел вокруг, что происходит, и в том числе, значит, с некоторыми здесь присутствующими, начал смотреть, как устроена инновационная система, в частности, российская. В целом, у меня и отец, и дед занимались изучением управления научно-техническим прогрессом в разных отраслях, и, как бы, дома я рос в окружении соответствующих минут. Соответственно, моя позиция в итоге заключается в том, что первые две технологические промышленные революции, а именно британско-американская, связанная с паром и железными дорогами, и вторая, связанная с электричеством в первой половине XX века, они дали человечеству очень много разных технологических результатов и прошли хорошо. Я лично считаю, что третья технологическая революция, связанная с компьютерными и коммуникационными технологиями, нормально не прошла, ее потенциал, с моей точки зрения, не реализован, и это связано с одним из ключевых проектов, которые трансгуманизм постулирует нужно сделать. Это проект усиления человеческого интеллекта, и, в частности, усиления человеческого интеллекта с помощью компьютера. Если мы вспомним зарождение компьютеров, то одновременно появились когнитивные науки, кибернетика, нейронауки, и, соответственно, мы изучали разум в целом, машинный и человеческий, и предполагалось, что очень скоро мы поймем, как человек думает, научим машину это делать. Сегодня мы пока не научили машину думать, и параллельно с этим мы как-то забыли о задаче научить человека думать лучше. При этом в рамках деятельности пианиев американской компьютерной отрасли, таких как Дуглас и Гильбард, была предложена концепция изначально компьютера как усилителя человеческого интеллекта и усилителя коллективного интеллекта. Соответственно, это и есть один из ключевых практических проектов, который, на мой взгляд, может определять дальнейшее развитие, как технологическое развитие, так и в целом развитие общества. Это имеет прямое отношение к некоторым практическим задачам, связанным с устойчивым развитием и вообще с управлением развитием человечества. А именно, мы должны дать себе и человечеству возможность относительно демократичную моделировать сложные процессы, сложные системы и вести про них сложный разговор, не с помощью устной речи, которая обладает достаточно низкой пропускной способностью, но с помощью компьютера, как такой умной бумаги, которая позволяет нам гораздо больше выгрузить из головы за единицу времени и, соответственно, с этой общей моделью работать. Если посмотреть, как сейчас организовано применение компьютерных технологий в рамках ООН, в рамках устойчивого развития, там есть проекты Big Data для устойчивого развития, там Big Data for SDG и так далее, как это устроено в России, то мы увидим, что какой-то возможности использовать единые цифровые модели, чтобы просто разговаривать представителям двух разных групп про то, а из каких элементов, например, состоит экономика, из каких элементов состоит экология, из каких элементов состоит социум, мы не имеем. То есть нам нужно тогда всех собрать в одном месте, нужно, чтобы все переспорили пять часов, на флипчарте нарисовали, сколько это квадратиков, потом, значит, сослались на русского, какого-то ученого, на американского, потом все переругались, потом помирились, и только потом у них будет общее концептуальное понимание, что у нас вот столько-то, значит, есть элементов. К счастью, по поводу цели устойчивого развития есть общий консенсус и понимание, что их 17. Мы можем не помнить их наизусть, но мы точно помним, что их 17 штук. Это огромный прогресс. А представьте себе, как было бы здорово, если бы мы могли в деталях посмотреть структуру по каждой цели, структуру дорожных карт и технологических планов, политических планов, сравнить вместе, что делает эта страна, что делает это. Таких инструментов нам сегодня компьютеры не дают. И вот это, на мой взгляд, ключевая задача. Вторая задача. Всего про четыре цели. Про две из них я уже сказал. Одна из них это бессмертие и продление жизни, которую трансгуманизм постулирует как одну из задач. Очевидно, есть цель, которую я просто отмечу, которую мы все понимаем. Это проблема управления климатом и управление, или исправление, или приспособление к чему-то. Соответственно, третий проект, это проект усиления интеллекта. И четвертый проект, который нужно отметить в рамках трансгумистического дискурса, это проект создания нанотехнологии. Значит, на нанотехнологии в мире за последние 10-15 лет было в мире потрачено порядка половины триллиона долларов на неокольких разных странах. В России этим занималась рост нано и потратила несколько десятков миллиардов долларов. В мире эффективность была примерно такая же. Произошла интересная очень история, которая имеет и политическую подоплеку, и там много разный, наверное, эффективный, которая заключается в том, что произошла подмена. Эрик Дрексель, который предложил термин нанотехнологии, предложил модель производства с атомарной точностью, рассуждал, что человек может каким-то образом наладить сборку объектов из отдельных атомов или из каких-то компонентов с атомарной точностью, и тем самым получить возможность производить любую продукцию, не перемещая огромные массы вещества. То есть, не добывая из земли железную руду, потом перевозя ее куда-то, выплавляя металл. Вместо этого можно производить продукцию там, где она нужна, выполнив очень небольшое количество операций, которые имеют на порядке меньшую энергетическую стоимость. Соответственно, если бы нанотехнологии в этом виде были реализованы, то мы увидели бы, что никаких проблем нет. То есть, мы можем все человечество обеспечить любым количеством ресурсов, тратя при этом практически ничтожную часть нашего энергетического потребления сегодня. Что произошло политически? То, что в Америке сначала, потом в других странах произошла подмена. Модель Дрекселя была отброшена в силу частично внутренаучных интриг, частично связанных с бизнесом. И в результате разговор про сборку объектов на уровне атомов, он практически пропал. При этом сам Дрексель постулирует, что его вот этот подход является третьей серьезной технологической революцией. Первая это сельскохозяйство, то есть революция в том, как мы производим еду из солнечной энергии. Вторая революция промышленная, которая определила, как мы производим предметы материальные. И третья, если вот, ну, там еще допускают, что была компьютерная революция, которая определяет, как мы работаем с информацией. И следующая, четвертая, должна была быть связана с атоматным производством. Соответственно, идея трансгуманистов заключается в том, что у нас есть вот этот потенциально очень мощный инструмент, потенциал которого не был нормально проверен. Несмотря на то, что упоминание нанотехнологий в книжках, в новостях растет до сих пор каждый год, при этом серьезной работы не ведется. Сам Дрексель уехал в Оксфорд, в Оксфордский университет, в Институт будущего человечества, и сейчас изучает, есть ли инопланетяне в нашей галактике с помощью статистических моделей. То есть известная формула Дрейка, и пока он считает, что, скорее всего, мы единственные в галактике, а может быть, даже единственные в их себе. Нанотехнологиями он заниматься перестал. Почему я обращаю на это внимание? Потому что у нас, в принципе, в человеческой истории было очень много примеров, когда какой-то ученый выдвигал мощный концептуальный проект, который долгое время не был реализован, а потом в итоге что-то похожее делает. Самый яркий пример, который позволяет провести прямую параллель с Дрексером, это пример Чарльза Бэббиджа, британского пионера компьютеров, который в 19 веке предложил сделать механический компьютер. И части он сделал. Простое устройство через 130 лет сделали в Британском музее, то есть уже в 90-е годы прошлого века. И, соответственно, у него был проект программированного компьютера, который потенциально позволял бы в 19 веке уже иметь компьютерную революцию. Но мы знаем, что этого не произошло, несмотря на какую-то поддержку даже со стороны британской королевы и британского правительства. Похожая ситуация, на мой взгляд, сложилась и с Дрексером. Он получил определенную поддержку, в итоге этого оказалось недостаточно, его отодвинули от руководства этой областью. И когда мы говорим про глобальные рамки существования человечества и как мы можем повлиять на то, что будет технологически происходить, как техносфера будет выглядеть, одна из вот таких вот карт в рукаве у нас, то есть потенциальный ТУЗ, это именно нанотехнологии в понимании Эрика Дрексера, то есть атомарное производство. И на этом я, наверное, могу завершить, то есть подведу еще раз итог, что трансгуманизм, это мировоззрение, которое основано в частности на англии инференции, на местах компрессии, предполагает решение и макрозадач, таких как климат, и задач индивидуальных, таких как продление жизни. И для этого есть ряд технологических инструментов, из которых стратегические значения имеют два. Один, это усиление интеллекта, прежде всего, с помощью компьютеров, как гибких инструментов для моделирования сложных систем, которые усилят наше мышление. И второе, это нанотехнологии в Дрексеровской парадигме, которые позволяют производить предметы с атомарной точки. Спасибо за доклад. Позвольте, пожалуйста, блок вопросов и ответов. Повторю еще раз. Блок вопросов и ответов сугубо по теме и сугубо на уточнение услышано, а не диспут, несогласие. Может ли изложенная тобой концепция лечь в основе устойчивого развития, который понимается к единственной методике спасения человечества от существующих проблем? Я считаю, что да. Я считаю, что для цели координации устойчивого развития усиления интеллекта оно очень было бы полезно. И более того, Энгельбард, которого я упомянул, начал заниматься компьютерами в результате осознания того, что человечество сталкивается со сложными серьезными вызовами и не имеет при этом механизмов эффективной коллективной работы. Это его привело к тому, что он создал компьютеры, то есть мышку, персональный компьютер базовый, и он считал, что человек должен это использовать для этих задач. Хорошо. Итак, вопросы по поднятой руке, вопросы на уточнение услышанного материала. Прошу. Дорбадей Яков Аркадьевич. Вопросы поясню. Начинается с вопросительного, так сказать, части. Вопрос мой следующий. Ваши концепции трансформации человека, я спрашиваю, каков в ваших представлениях масштаб этой трансформации в пространстве и во времени? И учитываете ли вы в этом трансформации все 7 или 8 миллиардов людей, живущих на планете? Начну с второй части. Есть в трансгуманизме, естественно, очень разное течение, и политически некоторые, особенно на Западе, трансгуманисты, они поддерживаются либертарианского подхода, который говорит, что рынок рассудит, и, соответственно, 7 или 8 или половина миллиарда это уже решит рынок. В российской традиции трансгуманизм частично впитал идеи русского космизма и Николая Федорова, соответственно, для нас идея о том, что доступ к этим возможностям и участие в этой трансформации должно быть всеобщим, более распространено. Лично я не против того, чтобы все 8 миллиардов приняли участие, но если кто-то упрется и скажет, что нет, категорически он против, то я готов идти в более узком составе. По поводу временных и пространственных масштабов, тут популярная версия заключается в том, что уже в 2030 году наступит технологическая сингулярность и искусственный интеллект, значит, сравниться с человеком. Эта датировка, скажем так, из 90-х годов, похоже, что мы не успеваем, поэтому я бы лично оценил, что между 2050 и 2100 году будут хорошие шансы на какую-то серьезную трансформацию. Это интересным образом совпадает и с рамками, которые идут через панель по климатическим изменениям государственную, то есть, когда считают, что к 2050 году мы должны достичь вот таких-то результатов, а к 2100 году это горизонт планирования у ООН, что будет происходить. Я понял Ваше представление о масштабах пространства и времени. Позвольте, пожалуйста. Пожалуйста. Можно ли? Сейчас. Андрей Берантович, Северноморен, ты металл психологических наук. У меня два коротких вопроса, отвечайте только да или нет. Первое. В середине 19 века великий Дюбалый Раймон в речи о границах человеческого познания сказал, что есть 7 вопросов, на которые наука никогда не найдет ответа. Согласны вы с ним или нет? Что есть вопросы, на которые наука никогда не найдет ответа? Да. Согласны. Хорошо. Спасибо. И второй вопрос. Вы сказали, что искусственный интеллект сравняется с когда-то человеческим. Как Вы считаете, смогут ли роботы играть, например, так же хорошо, как люди в футболе? В футболе надо думать. Да. То есть роботы? Хорошо. Спасибо. Я понял. Спасибо за проверенные научные вопросы, кроме каталогии. Я, конечно, каталогию. Пожалуйста, следующий вопрос, касающийся темы декларовного кассения. Вы верите в рынок? Нет. Ну, то есть я верю, что рынок позволяет решать некоторые задачи. Но я не верю в рынок как мощный универсальный регулятор, и я уж точно не верю, что рынок может решить проблему устойчивого развития, если только не рассматривать его в галактических масштабах, когда есть миллиард планет, и, значит, на некоторых планетах жители захотели устойчивого развития, тогда они, значит, получили его. Не надо так далеко. Нет, 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 нет. Раземление в рынок есть, но он очень сильный не всесильный. И уж точно не решает вот такие комплексные сложные задачи. Мне кажется, вопрос, верить ли вы в рынок, является вопросом религиозного руководителя. Нет. Верить ли вы не верить. Следующий, Антон, пожалуйста. Хорошо. В рынок как экономический, ворот. Как вы понимаете поводы усиления естественного интеллекта человека? Во-первых, ускорение, повышение, ускорение процессов мышления, увеличение масштабов систем, которыми человек может оперировать. Под человеком, я понимаю, человек плюс какие-то инструменты. И повышение, а в целом интегрально это должно приводить к усилению способности предсказывать или заниматься целью ориентированной деятельностью, то есть ставить какие-то цели, находить пути их достижения и достигать. Соответственно, вот мы можем рассматривать некоторого усоединенного человека или какую-то его категорию, и гипотеза моя заключается в том, что если этому человеку дать, в частности, мы не говорим здесь про таблетки или про чип в мозг, я говорю про то, чтобы дать ему компьютерный инструмент, который будет неким внешним протезом и расширением его executive memory оперативной памяти, то человек потенциально может быстрее заимствовать ментальные модели, быстрее, более эффективно отмениваться с другими людьми и прогонять через эти модели больше факторов. То есть, если я попрошу, например, здесь перечислить 17 целей устойчивого развития, я думаю, что не все это смогут сделать, потому что у человека сложности с тем, чтобы удерживать много элементов одновременно в памяти. Соответственно, инструменты, которые дадут нам возможность мыслить одновременно про 100 элементов, это пример инструментов среди интеллекта. Просто пояснил, судя по всему, одновременно вопросов было очень простая. Будет ли чип в голове или не будет? Будет или нет? Ну, чипы, конечно, будут, они уже есть. В голове. В голове тоже. Нейролент тут недавно... Так, мы услышали позицию по этому вопросу. Следующий вопрос, пожалуйста. А можете задать вопрос? Вашу ваконитая рука, на секундочку. Пожалуйста. Рассматриваете ли вы альтернативные пути развития или считаете, что ваше изложенное является единственным возможным путем? И тогда скажите, видите ли вы какие-нибудь подводные камни? Спасибо за вопрос. Размышление по поводу той проблемы, о которой вы спрашиваете, оно предполагает, что нам нужно выделить, во-первых, модель мира, модель будущего, модель класса возможных моделей развития, для того, чтобы вообще говорить о том, существуют ли альтернативы какие-то. И, соответственно, я понимаю, что, конечно же, есть много разных моделей развития. В современной футурологии и во фьючер-статис нет четкого понимания и четких каких-то классификаций моделей будущего. То есть это просто истории, которые на информационном рынке присутствуют. Лично я считаю, что, во-первых, вопрос ваш, он предполагает именно прогностическую функцию. Я больше смотрю на проактивную позицию. То есть я себя считаю прикладным футурологом, и моя задача это не предсказать, по какой траектории мы пойдем. Моя задача помочь сформировать правильную траекторию, то есть помочь поддержать какие-то направления, которые мне нравятся. Поэтому здесь нет вопроса о выборе альтернативы, типа в эту сторону мы свернем или вот в эту. Вопрос о творчестве будущего и об усилении способности к тому, чтобы это делать. А уж каким путем мы дальше пойдем, это вопрос такой довольно сложный и внутри очень много частей ответа есть. Позвольте себе уточнить. Ты допускаешь альтернативные варианты, помимо трансгуманизма, проведите для системного развития? В целом не совсем мало это вероятно, потому что устойчивость она достаточно нестабильна. То есть если мы оказываемся в траектории, которую мы называем устойчивым развитием, то у нас всегда есть соблазн либо уйти наверх, либо обвалиться вниз. Обвалиться вниз, соответственно, мы можем, потеряв промышленность, оставив сельское хозяйство, можем потерять и промышленность сельское хозяйство. Ну и как бы на эту тему много историков, ну простые очень графики рисовали. То есть либо так, либо вот так. Вот линейно существовать достаточно сложно. Поэтому я считаю, что если мы отбросим катастрофу полную, как нежелательную, или, собственно, нас как наблюдателей в ней не будет, то, соответственно, мир, в котором мы будем, это мир обязательно вот такого роста выхода на новый уровень. Вопрос не об этом. А отбросить это как? Я эксклюмирую вопрос. Правильно ли я понял, что переворачиваешь трансгуманизм, единственное возможное траекторию развития человечества? Единственное возможное. Либо есть какие-то другие альтернативы? Ну, альтернатив есть в пространстве моделей развития некоторое количество. То есть есть всякие, называющие себя более гуманистичными, то есть модели, имеющие, питающие вдохновение у стругацких. Ну, короче, разные всякие варианты. Но я лично считаю, что они нестабильны. То есть либо нужно всех потенциальных трансгуманистов будет загнать в концлагеря, за желание поставить себе чип. Либо мы будем иметь дело с тем, что кто-то себе усилил интеллект и, соответственно, стал лучше соображать. И если он стал лучше соображать, он стал лучше влиять на то, что происходит. Есть в этом смысле хороший пример. Это фильм «Область тьмы», в котором четко показано, что субъект, который обладает наибольшими интеллектуальными возможностями, он всех остальных может переиграть. И на долгосрочной перспективе остается только он и те, кто на одном уровне с ним. Хорошо. И будет вовремя. Я бы прошел все-таки отмечать себя более компактным, но он не ожидает. Я стараюсь, что я просто не ответил. А какие, ну, хотя бы один-два принципиальных затруднения или трудностей, которые надо преодолеть? Ну, в вашем деле, да, с гуманистом. Вашим. Какие трудности? Не будет кто-то так. Да нет, хорошо. Принерсим на эти обязательства. Вы знаете, короткую точную ситуацию, одну секунду. Я бы сказал, что трудности основные не связаны с трансгуманизмом как таковым, они связаны с целенаправленным вообще развитием человечества. То есть сложно добиться консенсуса, сложно выйти на процесс управления. А конкретно в самом трансгуманизме, ну, там есть много мелких всяких проблем, типа, как мы будем сексом заниматься, что с эмоциями делать, а если меня перенести в компьютер, то я это буду или не я. Но я считаю, что с этими мелочами мы разберемся. Вы сказали по поводу усиления интеллекта. Сейчас я вам конкретный пример привожу. Сейчас все шахматисты играют с компьютера. Их помощник компьютер, однако ни от Алёхина, ни Капабланки нет. Значит, получается, компьютер не усиливает интеллект? Он другой усиливает. Вот что он усиливает? Ну, если говорить про шахматистов и смотреть на рейтинг шахматистов... Не надо вопрос. Сейчас есть Алёхин, Капабланка, Петросян, Карпов, Фишер, есть ли? Ну, конкретно этих ребят нету. Нет, они не будут никогда с вашим компьютером, что здесь, а не в компьютере. Не надо думать, что шахматный интеллект равен интеллекту вообще. Дмитрий Аркадьевич, пожалуйста, держите себя в руках. Коллеги, коллеги, коллеги. Итак, предоставляю слово достойчивому сообществу ученых, которые имеют много тысяч членов своих ребят. Пожалуйста. У меня вопрос. Как будет изменяться форма собственности, и как она будет связана непосредственно с вашим компьютерным интеллектом? Ну, несколько довольно больших вопросов можно судить как-то. Нет, ну, форма собственности будет меняться, но это не то, что известно, а, значит, для того, чтобы форма собственности менялась, должны присоединиться к вопросу. Вы рассматриваете все концепции, только, так сказать так, в рамках человек-природа, без политики, ну, если думать социально, сказать человек-человек, да? И здесь основной момент, если я, опять же, представляю, все-таки это форма собственности. Это всем хорошо известно. На что? Вот если на свете, то есть в рамках собственности, да? Как будет изменяться форма? Вы сказали, что роль рынка будет незначительна, а сейчас в собственности, в принципе, она уже противоречит, новой информационной информацией переводится, она уже трудно почитает. А как будет изменяться форма собственности? Вот здесь, в зависимости от вашего, так сказать, прогресса? Ответными есть или нет? Есть ответных. А если говорить про нанотехнологии, например, их влияние, то это будет, по сути, вторая природа, то есть частной собственности на средства производства не будет. И вторая природа, ну то есть искусственная природа, которая содержит много этих нано-машин, на которой собственность не то что общественная, а их просто столько, сколько потребуется. Кому они принадлежат? А кто определяет, сколько отреком? Кому принадлежит воздух, кому принадлежат пчевы, как известно кому. Ну, например, вода, с какой-то облежат, но возможно, вот такой. Возможно, он не проработан в детализации. То есть это полно для того, чтобы, так сказать, давить, соответственно, для этого просто проработать. Следующий вопрос от венчурного инвестора, пожалуйста. А бизнес-демон тогда? Ну, во-первых, спасибо за деклар. С этой точки зрения я давно, так сказать, вожусь. Вот, отталкиваясь от вашего сообщения про шахматы и даже про ГОВ, ГОВ, и то обыграл мне компьютер. Дело в том, что есть принципиально разные системы, так называемые закрытые системы, в том числе, вот когда у вас стол ограничен, и за вот этот вот нормаль, вы не выйдете. И здесь нейросетки работают лучше. Но как только вы выходите, то есть вы экстраполировать данные должны, вы никогда, даже в теории, не сможете этого достичь. Вопрос, как вы будете управлять сообществами людей с помощью нейросетевых компьютеров, если это теоретически невозможно, исходя из уровня того, что называется индекс сложности. Потому что, как только задача неопределенная, нейрокомпьютер, даже по байсу, никогда не взвесит простатитное решение. Вот именно это. Вопрос сформулирован. На открытые задачи. Как вы будете их решать? Вы же беретесь, проведете человека и модифицируетесь. Тут маленькое уточнение сразу, что здесь нету, мы, в смысле, Данила, это все трансгуманисты мира и все искусственные интеллекты, которые пришли. И вот вы представляете человечество, я представляю какую-то новую силу. Вот этого нет. А что нет? Ну, потому что я футуровок, общественный деятель, журналист, организатор технологических проектов. Я не являюсь искусственным интеллектом. Пока еще я, естественно, интеллект. Ну, не математик. Нет, скажем проще. Уточнение просто. Главный принцип экологии, это все связано со всеми. Значит, нейросетевые технологии в принципе это не могут решить. Смотрите. Потому что это самый... Это уже не вопрос, это уже... Технологии населения интеллекта, то я не подразумеваю, что мы берем просто парадигму нейросетей в каком-то одном понимании и говорим, что мы сможем на этом вырастить искусственный интеллект круче человека. Я говорю про другое. Я говорю, что, во-первых, взять любимую человеком и любимую, там, представительную классическую искусственную интеллекту модель символьной манипуляции, то есть, когда мы говорим, что мы на бумаге или в компьютере берем какие-то квадратики, элементы, буквы, стрелочки, соединяем и как-то с ними оперируем. Это то, как человек строит концепции некоторые, в том числе, один из способов. Так вот, когда я говорю про усиление интеллекта, я не имею в виду взять человеку поставить какой-то чип с искусственным интеллектом, или, как бы, пример, когда шахматисты играют вместе с компьютерной программой. Я имею в виду, что нужно вообще поставить эту проблематику, нужно разобраться в том, как работает система человек-компьютер, гибридная, как работает система человек-компьютер-человек, и дальше оптимизировать работу всей этой системы в целом. Что мы сможем сделать, то сможем, что не сможем, то, соответственно, не сможем. Пожалуйста, вопрос от себя. Позвольте на правах, координатору. Концепцию устойчивого развития в редакции ООНа 2015 года есть всего три компонента. Экология, экономика и социум. Какой бы компонент ты бы предложил ввести, которого там еще всего не хватает? Очень хороший вопрос, спасибо. Я вот сегодня буквально тоже это обсуждал, я последние несколько недель занимаюсь. Есть, на мой взгляд, не до конца решенная задача, проще всего здесь историческую аналогию использовать. Все, наверное, знают про модель мира World System, первая, которая использовалась с римским клубом для того, чтобы выстроить свой прогноз. Там было, грубо говоря, 5 элементов. Природа, мусор, капитал, население. И там было понятно, как они будут себя вести, вот эти квадратики, связанные с стрелочками. Соответственно, на мой взгляд, что нам необходимо для рассуждений про то, как меняется мир, это модель, которая чуть-чуть сложнее, которая включает в себя хотя бы базовые элементы производственной функции человеческой, базовые элементы инновационной системы, то есть обмена информацией и управления. И я бы туда включил не один или два каких-то элемента, а у меня примерно есть, ну да, где-то два десятка квадратиков, которых, на мой взгляд, достаточно, чтобы в общих чертах описать элементы, из которых вот эта вот большая система состоит. И, соответственно, это не позволяет там делать детальный межпословой баланс или какие-то там супертехнологические спочки, но, по крайней мере, позволяет отойти вот от этого абстрактного, типа, я могу удержать в памяти три элемента, поэтому это будет экология, экономика и социум. То есть 20 квадратиков мне нужно менять. Понял. Коллеги, два завершающих, если можно, научных металлургических вопроса. Два. Вот вы не задавали хотя бы. Вот скажите, пожалуйста, вот в том мире, который вы проектируете, стойчивое развитие, как будет коррелироваться с устойчивым развитие социальное неравенство? Вот ваш мир, вы говорите, одному больше силы мозга придадим, он станет вождем, а наступит социальное неравенство. Социальное неравенство предполагает отрицание устойчивого развития. Я бы сказал, что та траектория, которой мне видится более вероятной и для меня лично более-менее допустимой, это траектория, в которой есть все-таки значительное неравенство. Но это неравенство не между теми, кто сытый и теми, кто живет в нищете, это неравенство между теми, кто обладает всеми базовыми стартовыми возможностями, но их не использует, и теми, кто эти возможности использует по максимуму. Соответственно, это все равно социальное неравенство, но оно в каком-то смысле, можно сказать, добровольное. Она совершенно реальна, и нанотехнологии имеются реально. Можно прочитать работы Дрэгстера, можно посмотреть, что на эту тему рассказывали Билл Клинтон, Дмитрий Ильич Медведев. Это реальные штуки, они реально могут реализоваться. Но Клинтон и Медведев не эксперты, все, что там возросли. Что такое баланс человека, я не знаю. Коллеги, коллеги, итак, я хочу вас предложить, предложим следующее. Человеку, который сделал ощутимую подвижку в нашем мировоззрении сейчас, поаплодировать. Спасибо большое. Данила Ильич Медведев, кибер-футурист. Про него есть в Википедии целая статья.